В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте! Одессу первый раз нынешней зимой по-настоящему засыпало снегом. Для ликвидации последствий непогоды на улицы города выехали 100 единиц спецтехники. В середине дня 16 января пробки в Одессе достигали максимальной 10-ти бальной отметки. Патрульная полиция в связи с этим просит горожан не парковать свои машины на проезжей части и не перекрывать проезды к домам и дворам. В пресс-службе мэрии сообщают также, что больше 10 тонн песчано-солевой смеси ушло на обработку тротуаров и остановочных комплексов. В связи с ухудшением погодных условий временно была приостановлена работа трамвайных маршрутов номер 1, 19, 20, 27, а также троллейбусных маршрутов номер 2 и 14. При этом уже к четырем часам дня все троллейбусные маршруты возобновили свою работу в полном объеме. Трамвайный маршрут номер 27 следует по сокращенному маршруту до Люсдорфа. Движение трамвайного маршрута номер 20 временно прекращено, на линии работает автобус. Все наши коммунальные предприятия, обслуживающие жилье, вышли на работу. Начало уборки было с 4 утра. Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий временно закрыт въезд в Одессу большегрузного и крупногабаритного транспорта. В городе снегопад практически закончился. Кроме того, температура воздуха повысилась до 1-2 градусов выше нуля, так что выпавший снег уже начинает таять. Согласно прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 17 января ночью и утром по Одессе и области ожидается налипание мокрого снега. Гололедица. Днем ожидаются порывы южного ветра 15-20 метров в секунду. Ситуация, которая возникла в Одесской области из-за ухудшения погодных условий, контролируемая. Такой вывод сделал губернатор Максим Степанов, выслушав доклады руководителей профильных ведомств. На дорогах региона работает больше 100 единиц специальной техники. В случае необходимости количество машин может быть увеличено за счет помощи сельхозпредприятий. Запасов песка и соли хватает, перебоев с электроэнергией, связанных со снегопадом, не зафиксировано. Синоптики предупреждают о циклоне 18 января. Ветер и осадки в регионе будут еще сильнее. На данный момент действуют ограничения на въезд крупногабаритного транспорта. Ускладнение будет продолжаться, выходя из того, что нам доповедает соответственно гидрометцентр. Но я считаю, что на данную минуту ситуация полностью контролирована. Необходная количество техники работает на дорогах области. То есть, любых таких заторов или ускладнений на сегодняшний день не существует на данную минуту. Кроме того, на совещании была затронута тема пунктов обогрева в регионе. В Одесской области готовы к работе 279 стационарных пунктов, в том числе школы, автостанции, а также 11 передвижных. Одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улице города. Для обеспечения беспрепятственного проезда коммунального транспорта, задействованного в ликвидации снежных заносов, мэрия обращается к автолюбителям не оставлять личный транспорт на трамвайных путях, магистральных улицах и остановках общественного транспорта. Также в городе работают аварийные службы. Номера телефонов вы сейчас видите на своих экранах. Несмотря на непогоду, Одесский аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Об этом репортеру сообщили в пресс-службе предприятия. При этом несколько рейсов все же пришлось перенести. Самолет из Жулян вернулся в Киев, поскольку сильный боковой ветер не позволил лайнеру приземлиться на взлетке. Борт из Борисполя приземлился с задержкой на час. А вот рейсы из Стамбула, Анкары и Минска были отменены. Мы делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить функционирование в штатном режиме. Мы работаем в штатном режиме. В целом, большинство рейсов прибывают вчасно. Есть даже такие, которые приходят вчасно, там 5-10 минут и так далее. С другой стороны, действительно, есть несколько рейсов. Вот, например, ранее Жуляни. Он принял решение о том, чтобы не сидеть через сборный ветер. То есть, безусловно, не снег был проблемой, а именно ветер. И он был отправлен на запасный аэродром. В Одессе в ночь с 18 на 19 января на городских пляжах пройдут традиционные крещенские купания. С 11 вечера 18 января до часу ночи купания будут организованы на пляжах Золотой берег на 16 станции Большого фонтана и пляже Лузановка на поселке Котовского. 19 января купание пройдет также на пляжах Лонжерон и на Одесском морвокзале. Согласно заявлению Одесского горсовета, на пляжах будут установлены биотуалеты и контейнеры для мусора. Также дежурить будут спасатели, водолазы и бригады медработников. В направлении к пляжам будет организована работа городского транспорта. И мы продолжаем выпуск. Евгений Мефедов, которого обвиняют в подготовке свержения власти в Украине, попросил суд оставить его в СИЗО. На сегодняшнее заседание продлением меры пресечения в Приморском районном суде не явился адвокат подсудимого. Прокурор ходатайствовал о выделении бесплатного государственного адвоката, после чего Мефедов попросил судью продлить ему меру пресечения. Суд объявил перерыв заседания. Гражданин России Евгений Мефедов был одним из обвиняемых в организации участия в массовых столкновениях 2 мая 2014 года. 18 сентября суд Черноморска оправдал всех куликовцев. После оглашения приговора Мефедов и Долженков были сразу же задержаны сотрудниками СБУ. Им вручили новые подозрения о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. На выходных в селе Дачное произошла стрельба. Оказалось, что оружие применили сотрудники полиции, которые остановили авто с нетрезвым водителем. Попытка оформить нарушение переросла в конфликт с пострадавшими. Подробности далее. Накануне в одесских СМИ появилась информация о том, что патрульным пришлось стрелять по машине нарушителя для принудительной остановки авто. Также сообщалось о конфликте с местными жителями, которые провоцировали полицейских и травмировали голову женщины патрульной. Эта же версия появилась на странице фейсбук патрульной полиции. Оказавшись на месте, по горячим следам в ситуации пытались разобраться журналисты общественной организации «Дорожный контроль Одесса». Они обнаружили некоторые, по их мнению, несостыковки с официальной версией. Полицейская, на которую нападали, находится под медицинским доглядом. Она присутствовала спокойно на всем этом, когда происходили разбирательства. Она стояла, давала показания. У нее ничего не болело. Говорили, что ранили. Я вызвала 103. Когда еще кто-то сказал, что ранили инспектора. Я думала, что ранили его, потому что они отщемили меня от него. Я побежала к нему ближе. У нее не было даже порватой, пошарпанной формы, как они говорят. Она четко все рассказывала в следственной оперативной. Приехал начальник УВБ, она ему рассказывала. Она села в автомобиль свой, патрульный, за рулем. В патрульной полиции это объяснили характером травмы, которую получила девушка. Общественники утверждают, что слышали, как другой полицейский рассказывал следователю, что дважды стрелял в воздух и один раз в землю. От нее пуля отрикошетила и ранила рядом стоявшего человека. По словам представителей общественной организации, предположительно, сотрудника полиции не в форме. Возможно, именно об этом ранении рассказывала упомянутая женщина-патрульный. Однако, по словам журналистов, выстрелов было шесть. Другие три сделаны из пистолета напарницы. Оказалось, что пьяный водитель после остановки позвонил своему брату, и именно он, прибыв к месту событий, пытался скрыться на автомобиле нарушителя. В анонимном общении по телефону свидетели утверждают, что он начал провоцировать полицейских. Едины показания очевидцев и в причине остановки нарушителя. Они подтверждают – мужчина действительно был пьян. все начали разговаривать. Так вот. Один, тот парень, что его остановили, позвонил, видно старшему брату, тот прилетел. Ну, начал срукаться. С патрульными там я все понимаю. Я все понимаю, можно применять, но не применять – налево, направо шмалять. Руководство патрульной полиции до окончания следствия и всех служебных проверок, развернутых комментариев дать не может. Но подтверждает – разбирательство уже идет. Оружие было в рамках уголовного производства изъято. Идет сейчас баллистическая экспертиза. Все следственные действия будут, опять же, изложены, когда уже процессуальные действия закончатся. Понимаете, все, никто же не будет ничего скрывать. В полиции подчеркнули, что готовы к сотрудничеству со всеми СМИ и людьми, располагающими информацией по стрельбе. А также предлагают направить соответствующие материалы в следственное управление. Известно, что по факту ночной стрельбы открыто уголовное производство. Нарушителю инкриминируют нападения на полицейских. В результате выполнено насилие по отношению к сотрудничеству патрульной полиции. За данным фактом открытое криминальное проведение за знаками частини 2 ст. 345 КК Украины, особа будет притягиваться до ответственности. Независимо от изложенного материала и всех существующих версий событий, правовую точку в этом конфликте поставит только суд. Телеканал «Репортер» настоятельно рекомендует всем автолюбителям соблюдать правила дорожного движения, а также знать свои права и обязанности при общении с полицией. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». За год покрыть все дома теплощетчиками, а за полтора – приборами учета воды. Именно такие сроки установлены в законе о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжении. Специалисты отмечают, что сроки разнятся для жилых и нежилых зданий. Для тепловых счетчиков и для учета воды в помещениях нежилых должен установлен быть до 2 августа 2018 года, то есть в текущий период. Во всех жилых домах, где есть два и более потребителя, должны быть установлены до 2 августа 2019 года. По теплу у нас, примерно, картинка такая же. То есть у нас есть, согласно закону, срок до конца 2018 года для того, чтобы оборудовать жилые дома приборами учета тепловой энергии. На сегодняшний день эта работа ведется. Она ведется за счет финансовых средств городского бюджета. Установлено на сегодняшний день порядка уже 2400 жилых домов оборудованы приборами учета. Еще где-то порядка 900 домов нам остается на этот год. Поэтому мы эту работу, как прошлые годы, будем продолжать дальше. Коммунальное предприятие теплоснабжения города Одессы подало заявку в муниципальный департамент финансов о выделении необходимой суммы на установку приборов учета. Сможет ли городской совет изыскать средства, станет известно после будущей сессии. На ней депутаты рассмотрят проект бюджета развития на 2018 год, в статьи расходов которого и входят траты на теплощетчики. По словам руководителей коммунального предприятия, есть вероятность, что до конца года приборы учета успеют установить на все оставшиеся дома. В сентябре Одесса примет седьмую международную конференцию «Здоровье в городе». Традиционно форум уделяет внимание проблемам здоровья и окружающей среды. В этом году конференция будет посвящена борьбе с туберкулезом. Среди докладчиков и участников – представители медицины, ученые, юристы, общественники, а также специалисты по планированию в сфере здравоохранения. Город Одесса представляет из себя уникальный город, поэтому ситуация, которая сложилась с туберкулезом в некоторой степени, тоже отличается от других городов Украины и имеет некоторые особенности. В то время, когда в 1995 году в Украине была объявлена эпидемия, город Одесса имел показатели заболеваемости туберкулеза даже ниже, чем пороговый уровень для объявления эпидемии. Это было 47 на 100 тысяч населения. За прошедшие 20 лет, которые шагает эпидемия по Украине, показатели заболеваемости в городе увеличились практически вдвое. Седьмая международная система «Проводная конференция здоровья в городе» стартует в Одессе 13 сентября и продлится два дня. Из-за непогоды не смог вылететь на тренировочные сборы в Турцию футбольный клуб «Черноморец». Вылет отложили на неопределенный срок. Накануне команду покинул еще один лидер Сергей Политыло. В аэропорту с наставником моряков Константином Фроловым пообщался Дмитрий Богомолов. Улыбки и оптимизм, несмотря на метель. На берега Босфора Одесса провожала моряков снегопадом. И хоть вылет отложили на неопределенный срок, главное, чтобы в Турции было тепло, считает новый тренер «Черноморца» Константин Фролов. Мы с хорошим настроением провели первый этап одесских сборов и, в принципе, работу выполнили достаточно хорошо. И настроение у ребят отличное. Едем дальше совершенствовать наши технико-тактические действия, работать над физическими качествами. Проведем спарринги, в которых уже будем ставить игру команде. В общем, с полным оптимизмом смотрим вперед. Список потерь клуба расширился. Вслед за уходом Хабленко, Васина, Гутера и Аласана покинул ряды «Черноморца» Сергей Политыло. Полузащитник, который выигрывал бронзу молодежного первенства под началом Фролова еще в 2009 году, продолжит карьеру в России. Те игроки, которые были уже озвучены в прессе, которые покинули нашу команду, я не буду их перечислять, они уже известны. К ним добавился еще Сергей Политы. У него контракт с нашим клубом закончился, ему поступило предложение. Мы, так сказать, его отпустили, благословили, чтобы он в другом клубе развивался и проявлялся. Приоритетные позиции для усиления – форвард, центр хафф и левый защитник. На сборы отправился с командой экс-полузащитник Александрии Артем Черни. Бразилец Андерсон Сантана, которого одесситы помнят по выступлениям за «Черноморец» в Лиге Европы, присоединится к команде уже в «Белеке». 27 игроков отправляется, плюс еще двое игроков присоединятся к нам в Турции. Ну и помимо этого мы уже будем точечно смотреть, будут появляться новички, будем их смотреть в играх и уже принимать какие-то решения. Мы будем оценивать игроков по ихней работе тренировочной и по контрольным играм, которые они проведут. Если мы будем понимать, что эти игроки соответствуют уровню, если они будут нам помощниками, мы по итогам сборов подпишем с ними контракты. В ноябре Фролов в третий раз пришел в «Черноморец». До этого тренировал дубль, возглавлял клубную академию. Проработав четыре матча во главе молодежки, получил приглашение сменить Олега Дулуба. Примером для работы воспитанник одесского футбола считает легендарного наставника моряков 80-х и 90-х Виктора Прокопенко. Если быть откровенным, то, конечно, каждый тренер, особенно одессит, он мечтает работать в «Черноморце», в главной команде. Опыт, который был приобретен у меня в работе в Казахстане и в Грузии, конечно, как тренера сделал меня сильнее и опытнее. Я надеюсь, эти качества помогут мне в работе с первой командой. Каждый тренер должен быть психологом, должен уметь выстраивать отношения с игроками и строить команду. Потому что футбол, прежде всего, это умение выстроить именно командные отношения, которые будут определяющими. На первом сборе запланированы шесть спаррингов. Первый соперник – казахстанский Иртыш, с которым моряки сыграют 19 января. Дмитрий Богомолов, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо!